В сфере научных интересов Натальи Моисеевой психологическая безопасность образовательной среды. Исследовав материалы на эту тему, она подготовила презентацию для учителей об изменениях требований к педагогам. Все эти вещи, они просто наклынули. Дети к ним гораздо ближе, чем мы. Дети быстрее находят. Я с удовольствием у наших студентов учусь. И поэтому сегодня мы не можем этого отрицать. И тогда моя роль как источника знания, но она точно сдвигается. Учащиеся приносят на уроки мобильные телефоны и планшеты. Самостоятельно добывают информацию из сети. Технический прогресс в этой сфере ведет активное наступление. Учителя стараются адаптироваться. Конечно, это сейчас нереально, чтобы ученик сам пришел и получил образование. Для этого должны быть учителя, которые направили бы их знать, что получить, чему обучиться, какие знания пригодятся им именно. А потом сейчас много информации. Эту информацию нужно будет обдумать. Ученик сейчас, ну, младший класс, тем более он не сможет это решить. Роль учителя – научить учиться вообще-то. Если ты научил, дал базу. То дальше ребенок будет учиться. А если ты не научил его, как добывать эти знания, ты как бы инструмент ему должен дать, чтобы он сумел потом применять эти знания. Следует ли начать борьбу с техническим прогрессом или сделать его своим союзником? Наталья Моисеева объяснила учителям, что дружить с новыми технологиями не только интересно, но и позволяет сэкономить много времени. Внедрение инновационных техник в процесс обучения может заметно ускорить его, а как следствие послужить толчком для развития города в целом. Кумертау как территория развития, а БГПУ сюда пришло как территория, опережающая педагогики. И нам очень интересно, что, казалось бы, небольшой город, но готов опережать в плане образования, образовательных трендов. Ну, может быть, даже Уфу – это здорово. В завершение встречи участникам предложили, разделившись на группы, создать письменный портрет идеального ученика и определить, что для него должна сделать школа. Что должна школа.